Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал! Сегодня у нас Алексей готовил суп! Пишите рецепт! Берём пельмени, очищаем от кожуры, всё, закидываем и варим. Получается в суп с экадельками. Я ему сказала томатика положить, лютенечки положить, чтобы вкусненько было. А он сварил белый суп. На, клади. Так ты плохо говорила, я не запомнил. Я плохо говорила. Вот, ну так ты и говорила, вот поэтому я ни хрена не запомнил. Так, давайте пробовать, что тут Алексей состряпал. У меня сегодня первый рабочий день был. Всё в первый раз сегодня. Первый раз, первый класс. Перчику дай тебе остренькую. Мне не перчику, с соли мне надо. С соли? Что, даже аджика не помогла тебе? Нет. Да, с соли я сэкономил, честно признаться. Что ты ворочаешь на меня? Что-то посыпалось или полилось? Ничего. О, я прям думала переборщила, а как-то в самый раз. Вообще он не положил соли как будто. И лаврушки нету, да? Нет, нету. Капец. Поищи, фрикадельки-то нашлись. Да хоть спасибо, фрикадельки есть. То-то. Главный секрет супа с фрикадельками уловил. Спасибо. Ну, фрикадельки вкусные, но что может быть невкусно? Жирный фарш. Лук есть? Угу. Лук. Ничего, тяжело варить такой суп? Нет. Нет. Значит, теперь суп умеешь варить, да? Да. Я только яичницу умел. У меня два помощника было ещё. Так. Лариса Новосёлова пишет нам. Десун Тян. Ларисочка и Десун, вам огромный привет. Привет. Попрошу поздравить с днём рождения вашу постоянную зрительницу Десун Тян. И даже сочинила стихотворение Лариса. С днём рождения, моя хорошая. В этот особенный день пожеланий в твой адрес будет множество. А, в этот особенный день пожеланий в твой адрес будет множество. Кто-то здоровья пожелает, кто-то счастья, успехов, удачи, денег и, конечно, любви. Я же хочу пожелать, чтоб тебя понимали и ценили за твою тонкую душу и сердечность, за твоё умение слушать и слышать всех, кто в тебе нуждается. Крепко обнимаю и поздравляю. Мы тоже присоединяемся. Десун Тян. Крепкого вам здоровья. Всего самого наилучшего. Всего самого наилучшего. Ой, я сегодня на перце как присел. Барвин О. Поздравление от вас. Это фишка. Так приятно получить в день рождения пожелания от добрых людей, как вы. Спасибо большое за такую особенность вашего канала. Пользуясь случаем, хочу, может, уже опоздала. Хочу, чтобы вы поздравили друга нашей семьи 7 апреля. Его зовут Степан. От Яника и Марины. Он поймёт. И с ума от радости сойдёт. Заранее спасибо. Дорогой, уважаемый Степан. Поздравляем вас от нас, Малоежек, и от Яника с Мариной с прошедшим днём рождения. Желаем крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, удачи во всём. Всего вам самого наилучшего. Всего самого-самого хорошего. Хорошо, когда есть такие друзья. Да. Негора Рахимова. Ольга Алексеевна. Здравствуйте. Передайте моему мужу привет. Его зовут Сабир из Джизака. Сабир из Джизака. Салам алейкум. Маляка Айбековна. Здравствуйте, Оля моя. Мама, ваш каждый мукбанг, каждый рецепт не пропускает. Передайте, пожалуйста, моей маме привет. Её зовут Айку. Уважаемая Айка, спасибо вам огромное, что не пропускаете наши мукбанги и рецепты. И огромнейший вам привет. Привет. Макс Геймер. Здравствуйте, Ольга и Алексей. Можете, пожалуйста, поздравить с днём рождения мою сестру Олю к 9 апреля. Ей будет 28 лет. Может, ещё, пожалуйста, выпить за мою сестру. Можете. Алексей ничего не принёс выпить. Айда, Алексей. Айда. Ничего не принёс. Так, ну ладно, что ж. Выпьем супа, да? Выпьем супа. Да. Уважаемая Олечка, с днём рождения. Всего вам самого наилучшего. Любите, будьте любимы, берегите себя и близких. Крепкого вам здоровья. Будьте счастливы. С днём рождения. Привет, Юлия Кук. И привет, если можно, мне передайте в Восточный Казахстан город Риддер. Обожаю вас. А чему по вашему рецепту готовлю уже который раз. Дочке прям нравятся эти булочки процветания вашей семьи и вашим каналам. Блюдим везде за вами. Спасибо большое, Юлечка. Огромный вам привет и доченьки вашей тоже. Город Риддер, Восточный Казахстан. Приветище. Привет. Зухра Умарова. Привет, Ольга Алексея. Можно вас попросить поздравить 7 апреля моего племянника с днём рождения. Зовут его Умар Джон. Ему исполняется 3 годика и он тоже вместе со мной любит смотреть ваши видео. Дорогой Умар Джон, с днём рождения тебе, малыш. Расти крепким, здоровым, мужественным. Здоровья к тебе крепкого. Будь самым счастливым, на радость всем близким. Расти богатырём. Да, с прошедшим днём рождения. Так, вопрос ещё есть. Камила Колобаева, привет вам огромный. Привет. Не помню, может, был такой вопрос, но всё же стало интересно, как вы относитесь к феминизму. И тут выход Алексея. Я должен. Идея же борьба за права женщин. Тарна, ты что-нибудь сказать такое пройдительное? Да. Как ты к этому относишься? Я с работы пришла голодная. Боролась за права женщин тем, что ходила на работу. Правильно? Угу. Не знаю, здесь это уже приобретает какое-то слишком такое ипотажное какое-то мероприятие, это всё выглядит именно так. Я тоже не вижу смысла что-то бороться. Я не вижу вообще в принципе никакого ущемления, чтобы заняться за какие-то права бороться. Ну да, потому что это когда в нашем вот обществе, вот в российском, в светском, так сказать, вообще в любой стране и обществе такого не происходит. Никаких там проявлений, на мой взгляд. И большинство адекватных людей находится внутри, так сказать, всех границ. Как-то где-то что-то вот там неадекватное, мне кажется, там палкой размахивать бесполезно. Кто-то, если придумать какие-то законы там местные, свои, такие, что надо бороться за это женщинам. Рис, кушаешь? Очень тяжело в этом поле что-то доказать. О, как хорошо. Хотя я сегодня в обед тоже кушала. Бач. сняла для вас даже видео. Тебе понравился там обед? Больше неплохой был. Котлета была хлебная. Больше хлебная, чем мясная. Вот тут прям видно мясная, да, мясной шарик. Чувствуется, вернее. А там чувствуется хлебный шарик. Плюшечка. Диетическая. Понятно. Ну, с другой стороны, за 205 рублей, чем мы хотели. Стейк. Ага. из муравраной говядины. С овощами на гриле. Да, там авокадо обязательно, чтобы было тоже. Тебе соль дать? Нет. Соль прям дает вкус супу. Ну, и соль не нужна. Так она где-то есть тут, не хватает. у меня как плюхнулось, я думала переборщу, но нет, прям идеально посолено. Рис цепляй. Убегает. Что вам рассказать еще? Сегодня мой первый рабочий день был. Что там в мире творится? Как там? Люди в масках ходят? Люди в масках не все. Так. Вот. В офисе все что-то клацают в компьютере, что-то делают. Угу. Офисный планктон опытный, короче, обедом кормят за 205 рублей. Так. Мубанги снимать есть возможность. Ну-ка, скажи, что-то в отдельном кабинете сидела? Нет, за самый крайний стол пошла у стены. Угу. Ко мне никто не подсаживается. Понятно? А я еще обедать ходила, мне кажется, уже многие пообедали. Нет, люди были в столовой. В следующий раз кто-то если подсядет к тебе за стол, то спроси у него, деньги принес? Мне кажется, он станет и уйдет. А я думала, он скажет, спроси у него звездой ютуба, хочешь стать? Мукбанг со случайным человеком. Коллегой. Они все так или иначе коллеги. Да, случайным коллегой. Сегодня на нашем мукбанге кто? Вася, Вася, а кем ты работаешь, Вася. Какая у тебя зарплата? Какая у тебя зарплата? А, Вася, вы директор компании. Я даже сразу не подумала на вас. Пришла на оформление и я обалдела. Нас было ровно 10 человек. Мы в переговорку не поместились. У нас это кто? Это Я думала я буду одна единственная. Ваш отдел? Нет, слава богу. Я думала я одна единственная неповторимая. А нас как на массовку какую-то притащили. Понятно. Как я на концерт ходил, помнишь, рассказывал? В 2005 году я был в Москве летом. Где-то июль каждый месяц был. Точно не помню. А может август. И везде была реклама этот Крылья концерт. Рок-концерт Крылья. Там все знаменитости участвовали. Зимфира второй день закрывала хедлайнером. А в первый день не помню кто. Тут тоже известных. И такой надо сходить. Надо сходить. Все. Кто-то еще сказал я хочу сходить. Но я в итоге один пошел туда. Думал пойду заранее куплю билетики. Пришел к стадиону. Народ толпится. Я к ним. Пришел погода была непонятная я с зонтиком был. У нас такой какой-то мужик приходит пойдем выходим на поле где концерт должен проходить. Приходим трибуна такая стоит. Садитесь сели жаряща. Я зонтик открыл сижу под зонтом классно так в меру жарко нормально. Остальные всех плющат. Потом посидели пойдем приходим вот ваше рабочее место то-то-то заплатят столько столько я такой нормально на концерт сходить бесплатно так еще и заплатят за это. За что? За то что посидели там? Нет наливать пиво. Короче там был типа главным спонсором этого мероприятия какой-то пивной производитель я сейчас не помню кто это вот и они там устанавливали палатки с пивом и пиво продавали там в таких пластмассовых стаканчиках пожалуйста там и счет был в стаканчиках то есть вот там нам дали там 100 стаканчиков сказали что мы должны отдать там 100 умноженное на стоимость этого стаканчика то есть это прям проверка в зале нас стояла охрана которая что сколько мы стаканчиков продали и кто-то подходил если продайте мне пустой стаканчик там и водку пить будем не вопрос только она стоит вот как пивной бокал как бокал с пивом они такие почему потому что у нас отчетность в этих пивных стаканчиках ну в общем такая тема и мы потом два дня это пиво наливали единственное что концерт был там типа с 10 до 8 вечера а мы приходили типа к 8 а уходили там ну позже короче чем зрители ну ничего мне понравилось дали майку еще такую халявную крылья здесь написано и участники все были но маленькая а я сегодня два килограмма бумаг подписала официально зарегистрировали наши отношения с Билайном куда да вообще ужас я просто вот рука с рукой рука не отнялась отнялась я столько подписей ни разу нигде ни в одном вообще заведении там компании там я не знаю госучреждениях гражданство получало столько подписей не ставило вот все до мельчайших подробностей вот не вру вот такая типа вот такая я так много подписывал когда был предпринимателем может и там предпринимателем устроилось работать в Билайне короче нам всем раздали по вот такой кипи бумаг и ушла ИЧР понимаешь что мы теперь заняты как минимум минут на сорок да это еще толком никто ничего не читал а да еще никто не читал да прикинь этот талмуд еще прочти да вопрос поздавать нет когда через час придет это ИЧР ну вообще подписали нет мне вопрос ну давайте отвечу а там парень один ну этот она потом индивидуально ну каждого проверяла и когда твои документы проверяют ты можешь уже валить ну если все нормально и парня какого-то проверяет потом такая вопросы есть да есть вот доступ там в систему там в почту она такая это все к руководителю да а руководитель сказал все к ИЧРу нормально да ой наелся да я когда первый раз на работу устроился этот только не в билайн а в карбину там был такой квест надо было получить пропуск пропуск находится за дверью с пропуском не за одной а за тремя сперва ты приходишь и на пальцах как можешь объясняешь вахтеру ну или как охраннику что тебе надо пойти получить пропуск он утверждает что туда не пройти туда нету прохода в общем вообще нету прохода никак туда-сюда тебе надо как-то его уболтать и он наконец соглашается хорошо идите только идите вот по этому лестнице потому что по той не пройдете идешь как он сказал ты приходишь к двери которая закрыта и когда он тебя отправляет он говорит тебе надо попасть за той дверью которая вот за этой которая откроется там в другую дверь попасть надо и я подошел к этой двери и стоял напротив если я вижу что одну открывают и заворачивают сразу в сторону ну там такой кабинет сделан что-то он проходной значит мне человек не нужен а если идут прямо открывая вторую дверь то тогда мне надо заорать и остановить того человека смочь его и я стоял стоял минут 15 может 20 может 30 стоял я не помню стоял стоял внимательно на всех смотрел тут движуха туда что ходит народ и потом кто-то пошел прямо и я ему стойте мне пропуск получить надо и он такой да да постойте обратно открыл меня опустил выдал пропуск я расписался и ушел и мне этот пропуск ни разу не понадобился но я его получил потом единственное странно да ну а там турникетов нет там турникеты были в общее здание а мы туда ходили но туда можно было пойти без пропуска можно было просто паспорт показать тебе одноразовый пропуск выпишут ну вот и собственно говоря и все он не понадобился по большому счету так что так мы его получили потом бегали не знали куда сдать понятно нет нам пропуски понадобятся однозначно там все двери на пикалках на пикалках во-первых и сегодня за ноутбуком пошли с коллегой а пропуски одноразовые только выкидывай в урну выкидываешь в урну ну такая этот специальный турникет куда засовываешь пропуск он значит забирается пропуск выкидывается и тебе турникет открывается а мне то надо вернуться мы же за оборудованием и назад но в итоге мы ничего не получили но в итоге этот парнишка который со мной ходил коллега он этому охраннику говорит сейчас девушка вернется откройте ей говорит турникет она вернется чтобы пропуск ей не выкидывать и он мне открыл там тоже ходил все двери просил открыть мне и честно говоря завтра этого парня не будет вроде как обещали завтра выдать а завтра этого парня не будет я честно сомневаюсь что я смогу туда теперь одна дойти мы петляли мы вышли на улицу зашли в какое-то складское помещение петляли вот так вот так потом вот так вот так короче этот ну-ка еще как поклассики техноре таких местах сидят что просто так не попадешь чтобы никакие враги не проникли все правильно ну что ж друзья пока мы с вами общались мы уже наелись сытые довольные ссылочки на рецепт лютенец и квашеные капусты мы вам оставим внизу в описании под этим видео переходите на наш основной кулинарный канал смотрите рецепты кому понравится готовьте мы будем заканчивать это видео завтра мне на работу опять рано вставать завтра хочу на машине поехать с алексеем под чутким контролем руководством алексея буду кататься на машине надо учить держись москва завтра мы к вам приедем ну это видео будем заканчивать если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео и комментарий какой-нибудь хороший напишите или привет или вопрос нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока-пока приходите еще увидимся снова пока-пока